Эфир телеканала ОТС продолжает программа. Экстренный вызов в студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Земельный участок злоумышленника выкуплен по цене не более 11 тысяч рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 миллионов рублей. Позарился на элитную землю и в итоге простился с карьерой и репутацией. Бывший главный полицейский Берцка выслушал приговор. Ходатайство Григорьева было удовлетворено судом и он освобожден из мест лишения свободы после отбывания менее третьей срока. Освобождение по болезни Фемида признало незаконным. Банкир замешанных хищений и миллиарда рублей вернется в колонию. В городе Ташкенте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сбежал от узбекских следователей, но попал в руки новосибирских полицейских. Работорговца задержали в аэропорту Толмачева. В Берцке сегодня поставили точку в одном из громких коррупционных скандалов. В городском суде приговорили экс-начальника местной полиции. Сергей Проценко и его дочь Екатерину Песляк задержали в конце января 2018-го. Следователи тогда пришли к выводу. Родственники придумали хитроумную схему, которая позволила им завладеть дорогостоящим участком элитной земли. Сначала женщина в ходе аукциона предложила завышенную арендную плату и закономерно выиграла торги. После этого на участке в считанные дни появилась фанерная времянка по документам «Жилой дом». Договор о аренде земельного участка был расторгнут, а земельный участок злоумышленника выкуплен по цене не более 11 тысяч рублей и выставлен на продажу за сумму более 2 миллионов рублей. Махинации родственников выявили оперативники ФСБ. Сначала казалось, оборотень в погонах за свою аферу отправится в колонию на длительный срок. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Однако потом Проценко выпустили под домашний арест, а земля преткновения в ходе разбирательства прошла несколько переоценок и в итоге изрядно подешевела. Слушания по делу шли больше года и сегодня фигурантам вынесли приговор. Суд приговорил. Признать пациента Сергея Алексеевича, в связи к Екатерине Сергеевне, виновным в совершении преступления, просмотренного частью 14 до 59 уголовного голоса, и назначить наказание пациента Сергея Алексеевича в уголе 60 в лишении свободы со штрафа в разделе 100 тысяч рублей. В связи к Екатерине Сергеевне в виде лишения свободы на сроке работы. Впрочем, это наказание будет условным. Так что осужденные, можно сказать, отделались легким испугом. Помимо штрафа им предстоит погасить ущерб. Участок земли вернется в муниципальную собственность, и возведенный на нем домик уже разобрали. Выручка от продажи материалов пошла в доход государства. Диагноз пересмотрели в суде. Бывший управляющий филиалом крупного банка может вновь попрощаться со свободой. Он получил длительный срок захищения более миллиарда рублей, но позже покинул колонию по состоянию здоровья. Вадим Григорьев, возглавляя новосибирское подразделение промышленно-строительного банка, провернул целую серию масштабных финансовых махинаций. Помогали ему заместитель Ирина Долгова и представители коммерческой фирмы. Григорьев собрал эту команду единомышленников, чтобы погреть руки на аферах с выделением крупных займов. Покупалась фирма недействующая. На эту фирму оформлялись все финансовые документы. То есть весь пакет, который необходим для банка. И на эту фирму выдавались кредиты до 32 миллионов. Согласно материалам дела, комбинаторам таким образом удалось похитить больше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Небольшую часть этой суммы Григорьев и Долгова успели вывести из нелегального оборота и купили себе по дорогой квартире. Что стало с остальными деньгами, история, как обычно, умалчивает. В 2008 году теневой кредитный бизнес приказал долго жить. Роковую роль в судьбе фигурантов сыграла смена владельца кредитного учреждения. По договору цессии банк ВТБ Северо-Запад передал банку ВТБ и в том числе кредитный портфель со всеми вот этими долгами. И когда банк ВТБ уже стал проверять эти кредитные долги, они же в долгах все это было, все кредиты, и установили, что нет залогового имущества. По документам у организаций заемщиков, в роли которых в основном выступали сельхозпроизводители из области, имелись и недвижимости техника. Но в ходе проверки выяснилось, что по факту взять с них попросту нечего. Правоохранители сначала задержали предпринимателя, фирма которого выступала поручителем при выдаче липовых кредитов. Позже обвинения в особо крупной растрате предъявили и остальным участникам группы. Долговой и Григорьеву инкриминировали также легализацию преступных доходов. Экс-управляющим и банковским филиалам суд назначил наиболее суровое наказание – 9,5 лет колонии. Фигурант с решением Фемиды не согласился. Доказать свою невиновность в вышестоящей инстанции Григорьеву не удалось. Но весной прошлого года в судебном порядке осужденный добился освобождения из мест не столь отдаленных по состоянию здоровья. После чего его перевели под домашний арест. Правда, дальше в дело вмешалась прокуратура. 5 июля 2019 года при новом рассмотрении дела, состоявшегося с участием прокурора Кассационного отдела прокуратуры области, оценив совокупность представленных материалов, Новосибирский районный суд отказал удовлетворение ходатайства Григорьева в связи с отсутствием оснований для его освобождения. Облсуд установил, что диагноз бывшего банковского служащего не соответствует наименованию недуга в перечне тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Правда, у Григорьева есть еще шанс обжаловать это решение. Если же оно вступит в законную силу, то экс-финансисту придется вернуться в колонию еще на 7 лет. Леонид Лишенко, Артем Валевич, экстренный вызов. Новосибирский областной суд в ближайшее время рассмотрит историю жуткого и бессмысленного убийства в деревне Ударник. Это в Северном районе. Там, по версии следствия, неадекватный пьяный мужчина забил насмерть маленького ребенка. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в вечернее время нанес не менее 8 ударов руками и ногами по телу и голове 11-месячному ребенку своей сожительницы. Одной из причин содеянного послужил плач ребенка, который проснулся, пока его матерь спивала спиртные напитки в гостях у соседей. Это кошмарная история. Еще весной накануне следователи закончили работу над делом. Неродивая мамаша наказание избежала. Сейчас в суде рассматривают вопрос о лишении ее родительских прав на троих старших детей. Еще две дочери женщины уже находятся в доме ребенка. В Толмачево транспортные полицейские поймали опасного преступника, которого искали по всему миру. В Узбекистане мужчину заподозрили в работорговле. Ему удалось уйти от местных правоохранителей, но не от их сибирских коллег. Грустное выражение на лице задержанного неудивительно. В Узбекистане ему грозит до 12 лет за решеткой. В Ташкенте 32-летний мужчина вместе с командой подельников занимался прибыльным, но совершенно незаконным делом – торговлей рабами. Людей вывозили за границу против их воли, по поддельным документам. При этом ничего сделать несчастные не могли. Находились в материальной зависимости от своих тюремщиков. Подозреваемый скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск. Сотрудники транспортной полиции получили информацию о передвижении разыскиваемого преступника по территории России. И задержали его при регистрации на рейс в Якутск, в международном аэропорту Новосибирска-Толмачёво. Накануне железнодорожный суд принял решение арестовать незваного гостя. За решеткой он будет оставаться до отъезда. Полицейские уже готовят документы, чтобы вернуть мужчину в Узбекистан, где его давно ждут следователи. Полицейские поймали дерзкого налетчика. В августе 2018-го он похитил у пожилой женщины полмиллиона рублей. Уголовное дело до сих пор изучают в Главном следственном управлении МВД региона. Известно, злоумышленник с ножом набросился на пенсионерку, у которой делал ремонт в квартире. Женщина испугалась за свою жизнь и отдала агрессору деньги. Его вскоре задержали, но настоящее имя арестованного до сих пор неизвестно оперативникам. Если вы знаете этого человека, позвоните по телефону, указанному на экране. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступление или происшествие, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. А с вами была Мария Никитина. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся. На канале ОТС. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.